Всем добрый день! Вы на канале Боженитый Омская область. С вами я, ее ведущий Влад. На улице весна в разгаре, тепло, солнышко светит. У нас в Сибирь весна очень обманчивая. Сегодня тепло, может быть завтра и 15, но через день может быть и ноль, и ниже, и даже минусовая температура. Сейчас пообедал, съездью, я раньше рассказывал и обещал, что съездью на Перекоп у нас в селе есть Перекоп. Есть Перекоп в Крыму, отделяет материковую часть от полуострова. А у нас есть свой Перекоп. Что такое Перекой? Перекоп – это гидротехническое сооружение между двумя озерами. Сейчас я съездю и покажу. Можно было, конечно, идти пешком, но это километра 4, наверное, идти, в другой край Сивай и еще там идти. Проще съездить на тракторе, а вдруг там застрянут, вдруг где не пройдешь, на этом будет легче, свободно. Но чтобы поразняком туда-сюда не ходить, просто так, я на всякий случай возьму с собой прибор, он мне пригодится. Клюшку у меня немножко сложил, вешается на ремне в машине, в тракторе, в кабине висит. Так, литров 5 залил солярки, чтобы лишнего не катать. Ну, литра 4, все равно-то израсходует. Поехали до Перекопа. Идет вода с озера, со стороны Катаевских болот. Дошла до нас. Вот сейчас вот только-только начинается подъем воды сильный. Не знаю, должно быть слышно. Сейчас я возьму камеру в руки, буду ходить, рассказывать и показывать. А так, что вы, просто так болтать на камеру, это не то, ничего не поймете, о чем речь. Так. Вот сейчас должно быть слышно и видно. Что-то и не рискую я даже здесь переезжать на тракторе. Вода очень сильно идет. Вот он, шум весны. Сейчас я скажу, покажу то озеро, откуда вода поступает. Потом сюда вернусь опять. Здесь не переедешь. Тут глубоко, тут можно провалиться, блин. А там вместе, там лежит труба, кирпич. Кирпичами она засыпана, но кто его знает. На бок упадешь, а потом как бегать. Вот это и есть гидротехническое сооружение. Перекоп. Обратно, сейчас книгу Санькова открою. Ну, короче, Саньков в своей книге упоминает именно этот перекоп. Саньков – это местный краевед, наш современник. Сколько метров этот перекоп, я даже посчитать не могу. Метров 200 – это точно. Выкопан он вручную. Саньков в своей книге рассказывает, что в период бурной жизнедеятельности человека происходит цикличность водных ресурсов. Часть, сейчас я прибавлю немножко. Так. Вот оно озеро. Это озеро заднее. ОСИО начинается аж вон там. В настоящий момент. И вот он, перекоп. Все выкопано вручную. Стоит вопрос, а когда же выкопали его этот перекоп? За счет перепада высоты вода с заднего озера перетекает в жилое. И вот здесь вот очень хорошее место для рыбалки. Когда вода начинает прогреваться, рыба на нерест поднимается из жилого в заднего. И вот в тех местах, где идет водопад, без особых усилий, с помощью сачка, можно наловить рыбы. И по весне, по большой воде, вода поступает в жилое озеро. Я, конечно, тут все ходил, смотрел. Интересно же, когда же выкопали? Но я могу, вот как я, по своим находкам. Могу так сказать, что это вот начало 20 века. Встречалась поздняя империя и ранние советы медные. Других монет я не встречал. Ну, конечно, Советский Союз медно-никелевый встречается часто. Проблема в чем? Здесь. Для кто решится сюда пойти поискать, посмотреть. Здесь перелет находится между двух озер. Здесь без особого труда можно просто сесть, притаиться, не двигаться. И когда начинает утка с одного на другое озеро перелетать на ночлег, здесь стреляют охотники. деревня рядом, асфальт рядом. Приехал без особого труда. Отдохнули, постреляли. И вот кто решится здесь покопать, здесь копать очень сложно. Здесь все засыпано дробью. Либо без козырками, либо дробью. Но, тем не менее, все равно здесь можно попытаться что-либо найти. Вот еще снег не отошел. Вода пробила под снегом тоннель. И вот как идет. Но рыбы не видать. Вода, видать, чем холодная. Когда рыба тут есть, тут она аж блестит. Требя только не ленить сачком тут. Но не всем удается здесь хорошо наловить. Помимо людей, здесь еще свои естественные рыбаки есть. Это чайка, Мартын. Как только начинается рассвет, солнышко встало, посветлело, все, тут Мартын летает, если только увидел, какого карася. Сразу же падает камнем, долбит, одна голова остается. И вот разлив. Сапоги болотные, сетку, вода теплая. Ходи потихонечку, не булькай. Смотри, рыба есть, все, накрывай. В карман складывай. Вон как размыла вода. Вот основная труба, с нее, видать, объем воды большой, не успевает вода проходить. И уже дорогу размыло. Вот как раз в этом месте и проходил тракт. Земской тракт или почтовый тракт. Ну, здесь уже кирпич, это уже свежий. Но если внимательно посмотреть, то можно найти и царский кирпич. Но рыбы не видать. Вот смотрим на разлив. Вот это вот жилое озеро. И за ним находится село. Сейчас прибавим. Школу видно? Ага, видно. Вот жилое озеро. Карась идет на нерест и пытается подняться по ручью. Сейчас поближе подойдем. запах сероводородов стоит. Вода, видать, еще холодная, не видно рыбы. Когда она идет рано утром, тут аж все блестит. И вот туда вот перекоп идет. Вот как размыло, видно. Сейчас на буго поднимусь покажу, что за птица там на воде сидит. На воде на льду непонятно. Сейчас попробую приблизить. Ну-ка, а не лебеди ли это случайно? Ну-ка, ну-ка, еще раз. Так, ушел далеко. Ну, в ту сторону. А вот попал. А вот попал. Вечером разглядим. Вечером разглядим. Что за зверь? Сниму я поближе. поставил специально трактор, чтобы было понятно, каковы размеры вот этого гидротехнического сооружения перекопа. С заднего озера вода поступает живое. Вот разлив-то какой. Потихонечку еду. Крыбать не хочу. Только потеплее сюда только бежать нужно бегом с очками. Ну что ж, заканчиваю свой репортаж. Ладно, денег нету, но и бог с ним. Не последний день живем. Главное, время не прошло даром. Съездил, посмотрел, что там с рыбалкой в ближайшее время. Походил по одному месту, по огороду. По городу вообще невозможно ходить, грязище. Ладно. Кому интересно было, ставьте лайки, неинтересно дизлайки. Подписывайтесь на канал. Заходите, буду дальше продолжать снимать. Радуйте своими репортажами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok